Ну просто хмель, другое. Я только подумал, что сами наказачьи. Да нет, это нет. Это придумали все. Это придумали буржуи-госдеды. Всем привет. Всем привет. Это Саша Гендель. Это Куша Грибс. И проект Первая Варка, пивоварный Биарбрю. Сегодня выступаем перед вами в новом формате. А именно это будет формат дегустации. Я сказал даже слепого обзора. Слепой обзор. Слепой тест. Да, все верно. Давайте назовем это слепой обзор. Я купил три бутылки пива разных российских крафтовых пивоварин. И мы сейчас вслепую нальем Саше по кальчику каждого из них. И узнаем его мнение о каждом из них. Да? Что здесь? Узнаем. Давай обозначим. А что, по очереди будем или сразу все поставим? Нет, сразу не будем. По очереди будем. Давай. Значит, задача номер один. Просто сказать, какой тебе нравится больше, какой меньше, какой посерединке. Задача номер два. Ну, с этим справишься, да, мальчик большой? Задача номер два. Мы, значит, ты попробуешь рассказать что-нибудь об этом пиве. Ну, вот так попробуешь. И что ты чувствуешь, что не чувствуешь. Задача номер три. Попробовать угадать пивоварню, которая изготовила сей прекрасный напиток. Итак, у нас есть три бутылки, три минуты. Шучешь? Поехали. Напиток номер один. Вот кто бокал плохо моет. А, ты пузырьки вот эти? Кто плохо моет бокал, тот моет. Ой, какая вкусняшка. Пахнет вкусно. Вообще, конечно, крафт чипсом закусывать не особо, но... Что? Ну, какое нефильтрованное, мутненькое. Все три сорта пива относятся IPA. IPA? IPA. Ну, что ты там карты раскрываешь? Ну, почему бы не раскрыть? Все равно угадать, наверное, довольно-таки сложно. Все горечь, все хорошо. Давай, следующий неси. Нормально, так и обзор ты сделал. А что правильно? Пиво нефильтрованное, достаточно темное. И Гоша говорит IPA. Брулок, небось, какой-нибудь? Ну, может быть, не знаю. Вот мы посмотрим в конце. Секрет. Ну, немножко такой вкус толстоват. В смысле, много всего как-то и, по-моему, хмель забивает все. Вообще, как я... Вообще не понимаю, как мне... Критически. Да, как подходит критическое обзору крафта. Когда я его так сильно люблю любой. Я его уже пил, месяц, наверное, не пил. Я сейчас выпью всю полторашку и, блин, это... Мне все понравится. Ну, ладно, давай. Наверняка, среди трех тебе что-то понравится больше, что-то меньше. Запомнили, это пиво номер раз. Несем... На наш похоже. Да? Несем пиво... Как? Может, ты две купил? Нет, наши фильтры... Наши не такая прозрачная совсем. Было пиво номер раз, а сейчас несем второй пивос. Да. Ай-пей, ай-пей, бы со мной понаглей. Да. Давай, если тебе не понравились бокалы, да, попробуем кружку. Может быть, кружка. Займем кружку. Вот, не гадаю, еще мы крафт не берем кружку. Кружка теплая, крафт холодная. Совсем другое. Другой коленкор. Цвет, кстати, очень похож. Я смотрю. Ну, блин, близкие тона. Не, ну, это прям совсем потемнее, смотрю. Ну, первый темнее. Да, да, да. Ну, теперь тебе есть чем сравнивать. Ну, какая-то хвоя. Что это? Да, что-то как-то из кружки смотрится вообще крафт. Ну, оно вообще попроще. Тут я сказал бы, гораздо проще пиво, чем вот это. Как он будет? Примитивнее? Да, оно как бы... А, ну... Ну, оно как бы крафт. Я не знаю, просто какие там сорта. Но оно как бы крафт, но... Меньше заморочек, да? Наверное, там, по саладам, наверное, поменьше, да? Ну, здесь вот так, такой прям... Ну, здесь прям такое ощущение, что на сухое хмеление не пожалели хмеля. Конкретно положили. А здесь... Ну, во-первых, здесь другой хмель. Потому что... Если... Здесь прям такой... Какой... Фруктово-цитрусовый. То здесь больше какой-то ёлочный. И орешком пахнет. Ну, я не говорил, что эти айпеи будут прям в копейку похожи. В одном стиле, да. Ну, то есть, как бы, вот это, как бы, я считаю, должно быть подешевле. То есть, если это, допустим... Я могу сразу сказать, в этот раз по цене их не стоит градировать. Они примерно все стоят одинаково. Не надо. Там, знаешь-ка, 10 рублей туда-сюда, и вообще... Горечь, в основном, солодовая. Ну, хотя нету. Все. Все, что нужно на месте. Ну, вот это мне нравится больше, хочу сказать. Первое. Первое, потому что... Ну, что, лесу третью? Здесь, может быть, не такой удачный выбор хмеля. Потому что не хватает... Здесь, у них подложка, как бы, одинаковая, может быть. Она не одинаковая, но похожая. Но вот здесь, вот, все-таки, сухое хмеление. Такая визитная карточка российского крафта. Ну, из того, что пили, ну, допустим, такой штамбир и сальденс. У них примерно одинаковые такие вот запахи. Ну, никак примерно одинаковые. Ну, сухое хмеление, хмелье у них вот так... Ну, что, может быть, предположишь, уже сейчас какие-то варианты пивовой? Которые могли сварить то или иное пиво? Или давай третий? Давай третий. Ну, вот этого, я не знаю. Такого я, наверное, не пил. Я бы, не знаю, с Василий Островским, я, конечно, его не сравнил бы. Все равно, но... То есть, она настолько простенькая, что даже, как бы, как бы, Василия Островская, кажется. Нет, я не спорю, может, это и есть. Ну, и мне, может, это и есть Василия Островская. Тут, как бы, вопрос крафта, это вопрос любителя, ну, вопрос на любителя. Мне нравится тот или иной набор хмелей, которым, там, допустим, охмеляли при варке, сухое хмеление или не нравится. Кому-то нравится более яркий такой запах, который... Вот, который сразу в нос бьет. Кому-то нравится поспокойнее, чтобы поменьше было. У меня вот первый вариант более непонятно. Здесь хмеля больше и выбор хмеля мне больше нравится. Здесь хмеля, по-моему, меньше. Она немножко... Ну, и выбор хмеля явно не мой. Горечи. Горечи здесь больше, она более резкая. Давай, точь, третий. Давай. Третий. Вот, отфильтровали. Ну, тут можно даже сравнить. Не знаю, видно, нет? Сейчас, на ножке подержу. Степень фильтрации. Если первая мутная, то третья уже, как бы, достаточно прозрачная и на свет. Приятно. Ну, опять же, это вообще тоже третий хмель уже, совсем не такой, как первый. Но здесь, как же, баланс больше. Хмель уже не выпирает. Чувствуется, он чувствуется, запах, но не так ошибает на нож, как первый. Я предположил, что это Джоуз, но не знаю. Третий? Да. А, ну, то есть ты вот так, да? Давай так, расскажи, какая вот в каждом изюминка из этих пивасов, на твой взгляд. Вот чем именно самый большой плюс каждого из них? Самый большой плюс, первое пиво, это пиво вот прям по мне, прям вот, прям вот, прям вот, я бы его прям пил бы, пил бы, ну, я, может быть, его и пью, и пью, и пью, и пью, я же не знаю. Похоже, варят на штамбир, я бы сказал, что это штамбир, да, штамбир или сальданс, вот, они, как бы, у них подход похожий. Так, угу, принимается вариант. Второй, не знаю, я такого пил, не пил, по-моему. То есть ты вообще не пил, ну, во всяком случае, запах мне не знаком. Пальцем в небо в пивоварню не будешь тыкать второго пива, просто не знаем, что это за пиво. Запах мне не знаком, я не знаю, пивоварню я не угадаю, мне не хочется, как бы, ничего плохого говорить, потому что, все-таки, крафтовое, это, все очень индивидуально. Да, кому-то нравится что-то одно, кому-то нравится что-то другое, ну, как бы, не мой, все равно, да. Ну, не сказал бы, что я прям, скажем, это более солодовое пиво, чем это, в силу того, что очень, на сухое хмеление видим не очень много хмеля, или хмель такой специфический, но здесь очень сильная солодовая подложка, да, солодовая часть. Да, шо ж такое-то. Ну, ты предположил, что это третий Джобс, да? Ну, собственно, в своих рейтингах ты бы как эти пивасы расставил, то есть, первый, второй, третий место при суде? Да, да, еще, кстати, достаточно лединистное, по сравнению с первым, вторым. Пожиже, да? Угу. Ну, не знаю, я, например... И достаточно грубая горечь, ну, это однозначно для меня лидер, как бы. Так. Я предпочитаю такие сорта. Вот эти два, ну, они как бы разделяют оба второго места, потому что, ну, здесь мне не понравился запах, видимо, ну, просто, ну, может, мне не нравится такой запах, вот такой здесь. Здесь запахом все хорошо, но не такой яркий, как в первом, то ли подвыветрилось, то ли просто изначально другой был. Но, мне кажется, немножко водянистое пиво, и вот, как по плотности они вытягивают немного. Вот это вот, это да. Ну, все, у нас определился лидер, грубо говоря, два вторых места. Ну, по пивоарнию, ну, то есть, как бы, стиль, я бы сказал, стиль, я бы сказал, очень похож на то, что я беру в Стамбире. Ну, я понял, это первый, ты сказал, это Стамбир или Сальденса, Сальденса я пил немного, ну, сколько, сортов, наверное, пять, не больше, но, ну, что-то, ну, что-то, ну, что-то, ну, они вообще очень похожи, потому что там фигачат они хмеля, дай бог, каждая, что один, что другой. Второй ты решил не угадывать, ну, потому что, ну, как бы, да, непонятно, что за пивоарния, пальцем небо, третья, ну, может быть, Джоуз, да? Ну, может быть, Джоуз, ну, может, ну, не знаю, ну, елками опять несет. Ну, сейчас мы сейчас наговорим, черти чего там, потому что, ну, это тоже не Джоуз, там, это, допустим, не Стамбир, не Сальденса, там, давай, тащи, в общем, бутылки, сейчас будем смотреть. В общем, вот этот, первый, это, да, такой стиль мне нравится больше. Итак, первый пиво, с которым ты пробовал, ты оказался, ну, либо близок, либо прав, это, как, как сказать, это... Сальденс. Ред Айпиэй. Инсэйн Сатир. Что теперь можешь, уже зная о том, что это за пиво? Ну, повторюсь только, что нам повезло, то, что возле Подольска находится Красная Пахра, где варят пиво, пивоваренный Стамбир, оно очень похоже на Сальденс, я говорю, ну, ну, очень похоже. Дело, наверное, даже не в том, что они, как бы, копируют друг у друга рецепты, просто это... Да, в этом уже не грация, как раз в этом случае. У них подход к пивоварению похожий, то есть они, как бы, не экономят, достаточно критично к себе, не экономят на ингредиентах и все очень вкусно, вот. Очень вкусно, похоже на Стамбировскую... Ну, на Эльду не похоже, на Эльдораду, но... Вообще, по стилю похоже вот то, что вы делаете Стамбир. Итак, напиток номер два, который... Ну, и Сальденс тоже, как бы... Молодец. Очень уважаемый и очень-очень любимый. Напиток номер два, я, честно говоря, думаю, что ты его угадаешь, ну, и это, мне кажется, удивительно. Вот, видишь, вот, и наговорил. А это как раз Стамбир. Я, кстати, его не пил. Не пил этот, именно? Я почему-то думал, что ты его, ну, как минимум, пробовал. И мне показалось, что думаю, ну, вот, раскусишь. Ну, понюхай. А, да, что-то такое. Есть. Погоречи все хорошо. Как хорошо мне. Погоречи все хорошо. Так, ну что... И вот, нет, и сейчас... Есть все сказать. Нет, давай, давай, да, и сейчас давай, и давай третий. И сейчас мы скажем, как раз вот есть, есть о чем сказать. Сейчас как раз выпил мне внули. И как-то хорошая тема. А, третий, может быть, ты удивишься. А, это мы. Я вот эту засаду готовил две недели. Поэтому я путал ходы, отслеживал хвосты. Я списал эту бутылку, как-то выпитую, Сашину полон уверенности, что ее нет в природе. И вот так я утаил одну бутылку. Ну, видишь, а я его с Джоусом спутал. Да, достаточно водянистый все-таки у нас пил по сравнению с... Да, теперь уже нет башиста. Ну, как бы, да, тут слепое прослушивание удалось. Ну, видно, над чем работает, по запаху и... Мне нравится твоя экспрессия, я же виделся про это. О, Сашину, да, видно, над чем работает. Нет, 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 но видно, что над запахом работать, в принципе, не нужно. Нужно работать над плотностью и нужно работать над... Балансом. Смотри. Нужно работать над балансом и очень хорошо. Мне кажется, чуваки старались, когда делали это пико. Это были Саша Гендер и Гоша Грипс и проект Первая Варка. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Все? Все. Пока? Пока. А мы в Яллу пошли играть. Сегодня у нас первый выпуск пивного шоу. Пара-бабам-бабам. Нет, пивное шоу. Хорошо, нет, не пивное шоу, что это у нас такое будет. Сегодня у нас выпуск несколько, хватит жрать, он громко будет. Даже чипсы на зеленые тоже красили. Ты открыл пачку, по-моему. Мало ли, может, вы ее запаяли потом. А что на зеленые, правда? Не знаю, кусочек. Блин, ну эти дети могут всяко. Да ладно. А это она просто зеленая, реально картошка была походу. Я купил рыбу. Но мы ее использовать не будем. Я купил три вида пива. Три вида пива вообще как дерьмо. Три сорта. Сегодня у нас очень необычный выпуск, я по-моему, вообще каждый раз это говорю. Горша немного пьяная еще до сих пор. Очень поздно лег. Да. В интересном состоянии, так что до сих пор кроет. Не судите строгой. Что тут написано? Треть одиннадцатая. Да. Срок годности 60. Это что значит? Два месяца. Это когда его пить надо было? Это январь. Значит, 3 февраля. Февраля. Третьего февраля у него срок годности. А давайте подумаем, дорогие друзья. А тут что написано? 27 января. То есть, видишь, я как когда Шука ехал, когда ты сказал, что будет анонсировано, ну, когда анонсировал то, что вот это вот будет все это происходить, я так и знал, что вот... Дата сыграют, думаешь? Да, что дата сыграют очень важную роль. Но знаешь, это понятно. Я бы сказал, если бы кто-то не пил лекарства, то он бы практически вовремя выпил эту бутылку. Давайте вспомним. Надо попробуем. Ну, ярче вот этот запах, все равно у Салинса. Но... Ну, просто хмель другие. Я только подумал, что вот с Анины кошачьи. Это не там... Не-не-не, да нет, ну... Это придумали все... Это придумали буржуи-госдеду. Давайте выключить... Надо по больнее все делать. В общем, не зря я переделал рецепты, в домашке все это записал. Потому что чувство, что все пил, все как-то совершенно артинистое. А хочется более плотного, да? Да, горечь упирает. Хочется более... И нет баланса. Вот это пиво более... Когда у меня получится такое пиво, вот это пиво будет похоже на это, уже... Я скажу, Саша, ты сделал все, что мог. Да. Так что вот есть к чему стремиться. Это я скажу тебе. Есть к чему стремиться. Но по поводу... Хогана. По поводу стамбира. Тоже ничего плохого сказать не можем. Я говорю, просто не попал я в этот запах. Не очень мне нравится. Ну и плюс пиво просроченное. Да, я честно говоря думаю, это все очень... Просроченное пиво, Саша. Просроченное пиво очень, кстати, сильно играет. Потому что я тогда не посмотрел. Взял два розовых... Слона. Нет, нет. Как оно? Единорога? Екатеринбургского там. Джоуса. Джоуса, да. Взял два розовых Джоуса. Оказалось, что они... Я их брал... Это было середина осени. Они были июльской вообще. Пасовки. Там пить вообще было невозможно. Поэтому хотелось бы обратиться к тем, кто продает пиво, к точкам, к магазинам. Ребят, ну вы это... Что вы придумываете с партиями, которые у вас к сроку годности контактуются? К защиту магазинов, которые продают пиво к сроку годности, говорю, что я его приобрел задолго до этой дегустации. Ну, на сколько задолго? Я брал... Вначале... Я его брал, например, за два дня до истечения срока годности. Ну, это плохо. То есть, если я... Ну, я понимаю. Но если бы я его взял... Это уже на краю. Нет, конечно. Когда ты покупаешь лекарства, у него запас там сколько-то большой есть. А пиво это... Хорошо. Это более русский край. Давай так. Один из лучших наших пивасов, которые я пил, это All Your Friends, первая варка, которая настоялась четыре месяца или сколько-то три на тот момент. Дело, видимо, не в этом. Я не знаю, в чём дело. Вот, видишь, ты на попятную идёшь. Я говорю не про домашнее пивоварение, а про то, что микро и мини пивоварение. Ну, очень интересно. Значит, у нас получается, что промышленное, условно, там небольшого объёма промышленное пиво, оно почему-то через два месяца должно срочно испортиться, а вот домашнее оно только наберёт и приобретёт за это время. Ну, это несправедливо. Ну, это несправедливо. Они практически очень близки по технологии. Я тебе... Я тебе... Я... Я... Я ж тоже пил этот... Я ж тоже... Что, сейчас сраться на камеру? Нет, смотри. Я... Когда перед Новым Годом мы варили... Варили... Что мы... Вот это вот. Мы варили и пили, что? Чироки. Да. А Чироки у нас разлит был... Ой, давно. В сентябре. В сентябре, да. Вот. И он стал только лучше. Хуже он точно не стал. Тоже лучше. Сколько прошло времени? Ну, сентябрь, Новый Год, три месяца. Ну, вот, а... Четыре даже почти. А как... Ну, допустим, три месяца. А от июля до октября сколько у нас? Ну, сопоставимо. Четыре те же... Как же мне вносится... Июль... Июль... В августе это месяц. В сентябре... Ну, три... Три месяца. Те же самые три месяца. Это разница между... Вот у Джоуса было. И пить это было очень трудно. Я не говорю, что Джоус это плохо. Джоус это хорошо. Но, ребята... Со сроками годности, когда... Первым делом, когда берете пиво, даже крафтовое пиво, смотри на срок годности. Ну, дай хоть галкси-то. Зато еще. Да. Знаешь, я вот знаешь, что я могу сказать? Очень... Вот, тоже хочу обговорить сразу. Очень люблю пивоварную Стамбир. Одна из моих любимых. С нее началось мое знакомство с крафтом. Может быть... Да и у тебя тоже, наверное, так оно было. Вот. А это как первая любовь. Всегда памятная, всегда дорогая. Ну, вот... Не знаю, с чем связано. Ничего-то прям... Вот с чем связано. Вот написано. 60 суток. Да нет, Саша. Разлита 03.11. Убейся ты вообще об стену. Не в этом дело. Я уверен. В этом дело. Здрасте. А вот тут что написано? 27 января. Сколько прошло времени? Две недели прошло. Две недели прошло. Вообще. А вот здесь что у нас написано? Да. Разлив 08.01. Ну что, нормально. Да. Ну это не за этих двух, если выбирать было бы. Я выбрал бы это. Ну, они оба... Здесь у меня плотности не хватает. А здесь привкус. Вот это прям... Какая-то фигня вылезает непонятно и... Нет, может быть... Нет. И сам по себе, может быть, дуэт делакси и мозаик, он не плох. Кстати, мозаик. Говорили тогда, что за ними это дает кошачий. Странный. Странный запах. Странный, да? Какой-то. Поэтому мозаики не варим. Не будем, да? Нет. Значит, запах странный, а потом пьешь, и вот и ровно вот эта вот фигня, которая в запахе неприятна, она еще и во вкус идет. Изначально, я думаю, такого не было ничего. Просто... Ладно, списывайся. Просто списывайся. Я бы списывайся на нерадивость Гоши, который продержал на холодильнике чуть дольше. Нет. На нерадивость продавцов. Но все равно, даже покупать пиво в конце его срока годности, это... Если только на него скидка там порядка 50%. Ладно, давай так. Спишем. Я не хочу никого обижать. Ни продавцов, ни производителей. Я бы побежал продавцов, потому что это... Я. Я могу даже чувствовать. Кто виновен? Я виновен. Кто молодец? Я. 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 Я.